Израильская полиция завершила подготовку ко дню выборов. 17 тысяч полицейских, бойцов пограничной полиции и гражданских охранников будут обеспечивать безопасность 9 апреля. Усиленный контроль охватит весь город. Места голосования, парки, общественные заведения и пляжи. Израильтяне наверняка воспользуются выходным для отдыха на природе. Вместе с полицией к выборам в Кнессет готовится и полмиллиона израильтян, которые будут голосовать впервые. С нами на связи наш политический обозреватель Давид Конн. Здравствуйте, Давид. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. До начала выборов остаются считанные часы. Полиция готова, избиратели готовы. Есть кто-то, кто не готов. И последняя возможность задать вопрос. Если бы выборы были сегодня, каков был их результат? Я думаю, что к выборам не готовы только их участники, то есть политики. Они продолжают обмениваться последними уколами. Им кажется, что вот еще два часа, еще полдня пропаганды, и они победят. Вот дайте им еще немножко времени, и они победят. Вчера уже наши средства массовой информации, которые настроены против Нитаниягу, они начали говорить о его безоговорочной победе, о том, что Нитаниягу победит. Тут же выступил Нитаниягу и сказал, что вы думаете, это они меня поддерживают? Нет, это они усыпляют бдительность. Это они говорят моим сторонникам, не надо ходить вам на выборы, зачем вам приходить? Вы уже победили, успокойтесь, вы выиграли, никуда не ходите, сидите дома, у вас выходной день. Но вы не слушайте, вы придите, потому что мы не выигрываем, мы проигрываем, заявил вчера Нитаниягу впервые за время предвыборной кампании. Он сказал, мы проигрываем, мы берем меньше голосов, чем берет блок Кахой-Лаван. Поэтому все на выборы, все приходите и все голосуйте. Вот такая у нас идет последняя предвыборная агитация, последние часы предвыборной кампании. Но, в принципе, кроме политиков, наверное, готовы абсолютно все. Полиция доложила о том, что готова. Доложили о том, что прошло нормально, без всяких нарушений голосования за рубежом. Все избирательные урны уже в запечатанном виде, разумеется, они все доставлены в Центральную избирательную комиссию и будут скрываться вместе с урнами всей страны, с избирательными урнами всей страны. В общем, так что все готовы. 500 тысяч, как вы и сказали, только что принимают участие впервые в выборах. Вот что это за люди, наверное, надо подумать. Это люди, ну, во-первых, у нас где-то был прирост по 30-40 тысяч в какие-то годы новых репатриантов. К нам приезжали. Это где-то 150 тысяч из этих 500. Это приехавшие новые репатрианты. Может быть, даже чуть больше, может быть, 170 тысяч. Министерство абсорбции, конечно, подведет более точные, расскажет нам о более точных цифрах. Ну, а все остальное – это естественный прирост населения страны. В общем-то, прирост населения страны у нас довольно существенный, значительный. Мы каждый год прибавляем. Вот уже там мы дошли до 9 с лишним миллионов, хотя было совсем недавно 7 миллионов. Так что это, естественно, и арабское население, это и дружское население, это и еврейское население. Так что, в общем-то, у нас 500 тысяч людей, которые придут на предвыборные участки впервые. Ну, в общем-то, наверное, все готово. Осталось не так уж много времени. Осталось, что там ночь продержаться. И утром все начинается. Говоря о последних часах предвыборной агитации, вот у нас есть обращение Аликдора Либермана. Давайте его послушаем. Как лидер партии «Наш Дом Израиль» призывает голосовать за, разумеется, за свою партию. Я призываю всех зрителей канала Снеги прийти 9 апреля и проголосовать за НДИ. Когда вы голосуете за НДИ, вы голосуете за самих себя. Вы голосуете за ваших представителей в КНЕСЭТе. 9 апреля НДИ, 9 апреля ЛАМЭТ. Альтернатива, перед которой мы сегодня стоим, или НДИ, или ДНК. Так что решать вам. Ну, вот в этом предвыборном обращении лидера партии «Наш Дом Израиль», что называется, собрались все предвыборные обращения всех лидеров всех партий. Потому что каждый из лидеров партии сегодня говорит именно эти слова. Голосуйте за нас, мы вам сделаем все, мы решим все ваши проблемы, и только мы, и никто больше. Ну, а выбор сделают, разумеется, завтра на участках граждан Израиля. Ждем завтрашнего дня. Спасибо, Давид. До свидания. Всего доброго. Спасибо.